Вот они новенькие автомобили ДПС. Три машины 15 модели ВАЗ, одна 14 и один Форд. Начальник ГИБДД Александр Андреев о содержании и эксплуатации постовых машин знает все. Такому соотношению очень рад. Отечественное транспортное средство оно практичнее, проще в эксплуатации и проще в ремонте. То есть, как правило, автомобили иностранного производства, запчасти дороже, обслуживание дороже. Ну и нам на территории города Череповца в состоянии мы задержать любое транспортное средство и отечественное автомобили. Вот пример череповецкой погони у нарушителя джип, у сотрудника ГИБДД ЛАДА 14 модели. Водитель джипа 360. Принять правило, остановиться. Джип инспектору нагнать удалось. Но погони они только в фильмах случаются часто. В жизни совсем другие реалии. Патрулирование улиц и выезд на ДТП. Вот главная составляющая работы дорожной милиции. Приезжают очень плохо, если уж так по-честному. Потому что даже аварии бывают, пустяковые аварии, а все равно машины дорогие. Стоит дорого. Правильно? Каждый на себя не возьмет это вот, допустим. Надо ждать ГИБДД. Они даже вот если едут по какому-то вызову, они на этот вызов не среагируют. Пока тот не сделают, потом уже вернутся. По мнению водителя со стажем Сергея Федотова, эта проблема напрямую связана с недостаточным транспортным оснащением ГИБДД. До сих пор в Череповце было 46 патрульных автомобилей. Теперь 51. Финансировала покупки федеральная программа повышения безопасности движения. В комплект к каждому патрульному автомобилю входит еще и спецтехника. Это приборы видеофиксации, встроенные радары и алкотестеры. Сейчас новые автомобили, как и полагается, проходят техосмотр. После регистрации и получения номеров они выйдут на улицы Череповца, чтобы на дорогах было спокойнее. Продолжение следует...